1 марта во всем мире отмечается Международный день гражданской обороны. Накануне праздника сотрудники МЧС России по Тверской области показали нашей съемочной группе, как оборудовано одно из защитных сооружений в Твери. Наталья Чекет спустилась под землю и узнала, для кого предназначены данные сооружения. Снаружи это неприметное сооружение расположено на территории вагона строительного завода. Оно предназначено для укрытия сотрудников предприятия в случае чрезвычайных ситуаций. Например, для защиты от воздействия поражающих факторов. Это радиационные и химические поражения, которые возможны. Ввиду того, что у нас в городе и в области есть потенциально опасные предприятия. Это в основном связано с Амиком и с Клором. Радиация у нас возможна только со стороны Удомли. Здесь большое расстояние, 120 километров. В принципе, если даже сильный ветер будет, воздействие будет как бы минимальное. Персонал системообразующего предприятия при сигнале должен спуститься в защитное сооружение. В этом укрытии несколько входов с герметично закрывающимися металлическими дверями. Есть еще и запасной выход из убежища. На случай, если основной завалят, к примеру, обломками. Есть еще пробивка стене. Можно там показать. У нас есть шансовый инструмент. Можно разбить стену. И в случае, если все входы будут завалят, значит можно будет пройти. Внутри убежища помещения стоят нары. Сейчас они сложны и кажется, что их немного. Однако вместимость конкретно этого убежища – полторы тысячи человек. Это самое большое укрытие на территории завода. Кстати, таких вместе с этим еще шесть. В общей сложности укрыться в случае чрезвычайной ситуации в них могут более четырех с половиной тысяч человек. Воздух поступает в убежище разными способами. Может идти напрямую с внешней среды, если она безопасна и никакого заражения нет. Если поступает информация, что есть заражение химическими или биологическими веществами, тогда защитное сооружение переходит на работу в режиме фильтрации. Кроме того, в сооружении имеется мощный дизельный генератор. Для его запуска в помещении есть все необходимое топливо. Для того, чтобы привести в готовность сооружение 12 часов в расчетное время, мы можем где-то в течение часа реагировать. По такому принципу оборудованы почти все убежища гражданской обороны. Однако, как напоминают представители МЧС, подобное сооружение предназначено для сотрудников предприятия, которые продолжают работать во время чрезвычайных ситуаций. Исходя из этого, мы понимаем, что в случае, условно говоря, воздушной тревоги, работающее население укрывается в защитных сооружениях, которые за ним закреплены, за данными организациями. А население, не работающее в особый период, уже должно быть эвакуировано. Либо в случае, если они застали воздушную тревогу, условно, в своих домах, они должны укрыться в имеющихся сооружениях подземного пространства, подвалы, переждать там окончание воздушной тревоги и затем в срочном порядке эвакуироваться. Сами по себе защитные сооружения не предназначены для длительного нахождения. Максимальное количество времени, которое в них можно провести, это двое суток. Соответственно, из запасов еды и питья завезут в убежище столько, чтобы хватило на пару дней. Сейчас припасов здесь нет, это сделают в случае появления опасности. Впрочем, баки под воду техническую питьевую стоят и обновляются с необходимой периодичностью.